Всем привет, меня зовут Ник Байван и сегодня я вам расскажу про пистолет Макарова или проще говоря ПМ, а также расскажу про его историю, основные характеристики и покажу полную сборку и разборку пистолета. Данный пистолет является личным оружием нападения и защиты, предназначенным для поражения противника на коротких расстояниях. Пистолет прост, удобен по устройству и обращению, мал по своим размерам. История создания ПМ. Работа на пистолетах, способных заменить ТТ, началась еще в 1945 году, сразу же после войны. Требовалось создать оружие периода мирного времени, предназначенное для старших офицеров и сотрудников внутренних органов безопасности. Для этого организовали конкурс. Соискателей на конкурсе было много, здесь и токарев, и стечки, и коровин, но в итоге отменили Макарова. И в итоге, как я сказал ранее, Советская Армия получила новинку под названием ТВТ-миллиметровый пистолет Макарова, поставленный в вооружение Советской Армии в 1951 году. Общая компоновка ПМ подобна немецкому пистолету Вальтера ПП. Однако Макаров существенно усовершенствовал базу системы Вальтера. По искольким направлениям. Упрощение как собственной конструкции, так и упрощение с пистолетом. Улучшен многофункциональность деталей. Повышение надежности работы в экстремальных условиях, эксплуатации и увеличение в прочность деталей. Что послужило увеличением служения ресурсов пистолета. Макаров полностью переработал ударно-спусковой механизм. Также решил проблему, обусловив тем, что патрон натыкался в скос патронника, и это появилось вверх при скребе. Как показало время, у ПМ оказалась ответственная проблема. Это мало вместилось в магазина, всего 8 патронов, что послужило разработкой других моделей, например, ПМ-12. Цифра названия указывает на количество патронов в магазине. И также вопросы вызывал основной штатный патрон, 9 на 17. Выпущенная из ПМ пуля обладала недостаточной проблему способностью. Она не брала стандартный бруже того времени, что говорить по-современной. И это существенно снижало эффективность пистолета. В реальном бою. Пистолет состоит из 32 деталей. Следующих с ней частей. Первое. Рамки со стволом и спусковой скобой. Второе. Затвора с ударником, выбрасывателем и прихранителем. Возвратной пружиной. Ударом с пусковым механизмом. Рукоятка с винтом. Затворная с задержкой. И магазином. А сейчас я вам покажу неполную разборку ПМ на примере пневматической модели. Извечь магазин из рукоятки пистолета. Снять пистолет с прихранителя. Отвести затвор в крайне и заднее положение. Поставить на створ задержку. Осмотреть канал ствола на наличии патрона. Снять затвор затвор на задержке. Опустить вниз и перекосить влево спусковую скобу. Оделить затвор от рамки. Поставить спусковую скобу на место. Вращательными движениями на себя снять со ствола возвратную пружину. Мы с вами произвели неполную разборку пистолет Макарова. Сборка ПМ после неполной разборки. Музыкальным концом надеть на ствол возвратную пружину. Пересоединить затвор к рамке с перекашиванием из полского скобы или без. Поставить пистолет на предохранитель. Положок с предохранителя поднять наверх. Поставить магазин на основание рукоятки. За щелчка. Мы с вами произвели неполную сборку пистолет Макарова. Ну а там подошел к концу моего ролика. Сегодня мы узнали базовую информацию про пистолет Макарова. Если вам было интересно и полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И пишите комментарии, на что мы еще снять в будущем. Всем пока, до новых встреч!